Warcraft за последние 15 лет своего бытия смог удивить не один миллион игроков. За это время утекло слишком много воды. Были взлёты, которые радовали фанатов, а были падения, которые были вызваны закономерной ненавистью. За всё это долгое время в эту игру умудрилось поиграть более 50 миллионов игроков по всему миру, а значит, чтобы содержать и поддерживать сервера, которые способны выдерживать ежедневно, сотни тысяч игроков требуются деньги. Но вот вопрос, а сколько денег необходимо, чтобы ныне известный мир военного ремесла продолжал жить? Сколько программистов за всё это время написало строк кода, чтобы миллионы игроков могли играть? В общем, в этом видео я хочу поговорить о цифрах. Цифрах, которые обеспечили эту игру. Разработка. Разработка World of Warcraft началась в 2000 году и длилась чуть более чем 4 года. За это время она несколько раз кардинально изменялась, меняя свои концепты и очертания. Старые идеи откидывались и заменялись более новыми. Blizzard сделала большую ставку, делая этот рискованный проект под названием «Мир военного ремесла». В особенности, самая большая проблема заключалась в стоимости разработки самой игры, так как сумма на тот момент была весьма внушительной. По информации Wall Street Journal, за эти 4 года трудной и ужасающе сложной разработки, Blizzard необходимо было выкинуть 100 миллионов долларов, где немалая часть уходила на аренду офисов, оплаты работы сотрудников и прочие растраты. Возможно, эти несчастные 100 миллионов долларов вам кажутся смехотворной суммой для такого гиганта MMORPG индустрии, как Blizzard. Однако, не тут-то было. Близзы в те лихие времена не особо были избалованы золотыми горами. Разработка ММО-игры по вселенной Зерота стоила много денег, а возникал закономерный вопрос, а откуда их взять? У Близзов уже к тому моменту были успешные кейсы в сфере разработки стратегий. Вам же они известны как серия стратегии Варкрафт и вселенная Старкрафта. Однако, прибыль, как вам может показаться, от них была не такая уж и большая. На момент начала 2000-х, самой популярной игрой от Близзов по праву считался Третий Варкрафт. Он был продан тиражом в 1 миллион копий в США и где-то полмиллиона во всем остальном мире, без учета Китая. А выручка составила примерно 75 миллионов. А это значит, что чтобы сделать World of Warcraft, необходимо было выкинуть все заработанные деньги из третьего Варкрафта, да и при этом еще найти 25 миллионов. Поэтому, как я сказал раньше, разработка ММО-игры по мотивам Варкрафта это было большим риском. И в случае провала, который предрекали многие игроки и аналитики, компания убеждал вероятный крах. А тут стоит учесть, что затраты на разработку это только затраты на разработку. Тут не берется в учет те деньги, которые были потрачены на серверное оборудование в преддверии старта игры. Или банальную рекламу, чтобы о продукте узнали не только ее главные фанаты. В 2009 году издательство GameSpot приоткрыло завесу тайн о некоторых доселе неизвестных цифрах. Над игрой работало примерно 900 сотрудников. Вот я перечислю некоторые составы разработчиков. Команда из 51 дизайнера создала за это время полтора миллиона разного рода объектов. Начиная от факелов, ограждений, подземелий, травы, моделей персонажей, их анимации, крупные, мелкие объекты. Иными словами, все что видит обычный игрок, от моделей здания хуманов до неприметного камня. Команда из 37 человек отвечала за создание классов, баланса, игровых событий, профессий, заклинаний и основных скриптов. В их библиотеку входит на секундочку 70 тысяч заклинаний и 40 тысяч созданных и расставленных по нужным местам неигровых персонажей. Команда из 123 человек отвечала за создание синематиков. Ну и самая большая команда, это команда тестировщиков, 218 человек. Тестировщики тратили весь день на поиск багов, ошибок, недочетов, глюков и всего прочего, что в теории способно было оставить негативный отпечаток в голове игроков. За время существования Варкрафта на промежутке с 2004 по 2009 год было суммарно написано 5,5 миллиона строк кода. Либо если делать перерасчет в страницы текста, то выйдет чуть меньше 100 тысяч страниц текста. И вот наступил тот день, когда Варкрафт вышел в свет. Окупились ли те тысячи часов разработки и 100 миллионов потраченных на него денег? Ну, учитывая, что вы смотрите этот ролик, думаю, ответ очевиден. Потраченные деньги отбились к удивлению многих хейтеров довольно быстро. Этому во многом помог успешный старт, что менее чем за полгода вывел Азерот в список самых популярных ММРПГ игр. По отшитам аналитиков за 2005 год, эта вселенная принесла 250 миллионов долларов, что по сути лишь за один год окупило её в 2,5 раза. А для сравнения, за 2018 год чистая прибыль одного лишь Ворда Варкрафта составила 1,2 миллиарда долларов. Со временем, как вы понимаете, доход только рос в пропорциональной идеальной схеме оплаты, игровая подписка. Не будет лукавством сказать, что благодаря этой системе мир Азерота есть и по сей день, так как это оказалось была самая выгодная система монетизации на тот момент. Однако мы знаем, сколько стоило и сколько было получено, но теперь было бы неплохо узнать, какие расходы помимо самой разработки были. Иными словами, время поговорить о стоимости поддержки игры на плаву. Однажды один из разработчиков проговорился о стоимости поддержки игры. Сделал он, вероятно, это непреднамеренно. Учитывайте, точных данных о растратах просто так найти нельзя. Поэтому последующие слова основаны на не очень-то и надёжных источниках. Разработка и поддержки игры на промежутке с 2004 по 2008 стоило ни много ни мало 200 миллионов. Также немаловажная растрата это поддержание серверов, чтобы игроки могли играть спокойно, не испытывать никаких проблем с перегрузкой, лагами и вылетами. Делается это при помощи блейд-серверов, которые и являются основой для нормальной жизни реалмов в World of Warcraft. По информации на 2009 год, таких блейд-серверов у Blizzard насчитывается примерно 13 тысяч. А поддержка таковых, как вы понимаете, обходится весьма недёшево. Обходится компанией это примерно в 120 тысяч долларов каждый день. В 2013 году, что примечательно, оборудование Blizzard решили кардинально обновить. И продали многие блейд-сервера на аукционе, в котором могли участвовать все желающие. Подобные мероприятия проводились и в будущем, к примеру, на 15-летие, когда было решено вновь обновить серверное оборудование и продать старое. К примеру, сейчас некоторые экземпляры таких серверов продаются по несколько тысяч долларов. А тут стоит учесть, что по факту это бывшный продукт. К слову, когда в 2013 году они продавали свои блейд-сервера, это стало причиной появления более стабильных пиратских серверов. Так как там оказалось рабочее программное обеспечение. Так что в какой-то момент были пиратки, которые работали на официальном оборудовании. Немного хочу поговорить о демографических цифрах. По статистике за 2010 год, 22% всех игроков базировались в Северной Америке. 48 базы игроков составляла Азия, в том числе Великий и Прекрасный Китай. Остальные 30% игроков это игроки в основном из Европы и по мелочи из других, немногочисленных регионов. Самый популярный класс за 2019 год это, кто бы мог подумать, Охотник, который составляет 11% из всех классов. А самый немногочисленный это относительно свежий класс, Охотники на демонов, который составляет лишь 5%. Самая популярная раса это Эльфы Крови, а следом за ними идут Хуманы. К слову, что примечательно, до того как ввели Эльфов Крови в игру, Аленс имел явное превосходство по количеству игроков. Но как только они появились и как только гнев игроков по поводу их вида спал, это изменило демографию, после чего процент ордынцев начал стремительно повышаться. Ну и за все время бытия World of Warcraft было создано 100 миллионов учетных записей, 500 миллионов персонажей и 9 миллионов гильдий. Теперь возвращаемся к теме доходности. Мы узнали сколько мир Азерота принес денег разработчикам в 2005 году, однако сколько он приносил в последующие года. Итак, доход Warcraft был пропорционален количеству активных подписок. За 2008, 2009, 2010 год прибыль составила в среднем 1,2 миллиарда зеленых. Однако, как нам всем известно, после 2010 года популярность Warcraft начала понемногу угасать. Количество активных подписок постепенно сокращалось, но было то, что частично смогло выровнять ситуацию. Это была такая штука, как микротранзакции, которые постепенно начали нивелировать утраченное количество подписок. Вот, к примеру, небольшая диаграмма изменения подписок и дохода от микротранзакций. Первая падает, вторая растет. Из-за роста второго падение не такое критичное. Однако, этот год запомнился тем, что была проведена оценка прибыли MMORPG игр, которые имеют систему платной подписки. И, как оказалось, ближайший конкурент по прибыли это Lineage 1, который оставал от вселенной Азерота в 4 раза. Есть и тенденция заработка достигла пика в 9 году, а после чего начала понемногу спадать. С выходом Дренора дело усугубилось. Дренор, как вы знаете, в плане притока людей стал провальным дополнением. За год количество подписок с момента старта сократилось почти вдвое. Доход игры за 15 год составил примерно 800 миллионов и продолжал падать. Далее, с выходом Легиона, дело плюс-минус нормализировалось, игроки возвращались в игру, а микротранзакции начали все больше и чаще проникать в игру. И спустя год, годовой доход вновь вернулся к отметке в 1 миллиард, и стабильно держится и по сей день. А много ли это в реалиях Близзов? У Близзов в 2018 году количество активных игроков составляло 33 миллиона. Суммарный доход Blizzard составляет примерно 2 и 3 миллиарда долларов. Из них, Warcraft, это чуть меньше половины. Так что, кто бы что ни говорил, какой бы Warcraft старым не был, он даже сейчас приносит весомую часть дохода. Но рассмотрим все более глобально, чтобы вы понимали, насколько важна для инвесторов эта вселенная. Суммарный годовой доход Activision Blizzard, который включает в себя Activision, Blizzard и King, составляет 7 миллиардов. А Warcraft, по сути, это 1 седьмая всего дохода. Поэтому вселенная Warcraft очень важна. В 17-м году разработчиков посетила гениальная идея сделать перезапуск дополнений в Warcraft. Эта идея была успешно реализована в 19-м году и сыскала невиданный успех. Старт прошел настолько успешно, что количество активных подписок выросло на 223%. Игроки вновь возвращались в игру, чтобы вернуть старые классические времена. Компания подтвердила данные, что было самое большое квартальное увеличение количества подписок в истории всей франшизы. Предполагается, что если Близзарды продолжат перезапускать дополнения и дальше, то их ждет огромный жилоденек, который можно будет собрать, при этом не особо тратя деньги на разработку контента с нуля, так как, по сути, контент уже создан, необходимо лишь его просто возродить. Вот такие вот интересные цифры имеет Warcraft. Кто бы что ни говорил, сколько бы лет не прошло, но он по-прежнему держится на плаву и приносит огромные деньги. Ну что же, надеюсь, хотя бы хоть какие-то цифры были вам интересны. Ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!